Продолжение следует... ...была, а сейчас какая она есть, ну, надеюсь, вы поняли. Итак, главным героем этого видоса станет паладин арта 8-го левела. Эта американская ветка является продолжением ветки САУ от Пальмарии, поэтому насчет нее я был спокоен. Там вся ветка нагибает, в отличие от своих советских аналогов. Мы снова имеем 155-миллиметровый калибр, значит, что со сплэшем будет все снова идеально. На этом уровне, на 8-м, вот этот паладин конкретно, он уже вышел на дамаг уровня арты из World of Tanks, насчет которой вайнит уже 5 лет, о том, что надо порезать. Ну, в смысле, он дамага наносит в половину меньше, чем арта 10-го левела оттуда, но он и стреляет в 2 раза чаще и в 3 раза точнее. Поэтому, в итоге, по итогам боя, на этом паладине у меня какие-то постоянно страшные цифры дамага, если, конечно, меня не приехал и не разобрал какой-нибудь там краб или еще какая-нибудь мерзкая машинка. Вот, смотрите, паладин, средний урон за бой 2 800. Это при том, что меня и тимкилили уже на этой машине, и машинки просто прилетали с нулем дамага, разбирались все равно. 2 800 дамага на арте, причем вообще спокойненько так, особо не напрягаясь. Значит, ну, скорость поворота башни-то вряд ли кому-то интересна. Время перезарядки здесь 12 секунд, что это, то есть, очень быстро, потому что в картохе арта топовая 10-го левела перезаряжается все 30 секунд с хреном. То есть, время прицеливания 4 секунды, тоже терпимо. Значит, какое оборудование я сюда поставил, в основном на сведение и дамаг, да, что еще нужно арте. Причем, на дамаг можно и не ставить, потому что дамаг имеет смысл разгонять у каких-нибудь бронебойных или кумулятивных снарядов. У фугаса дамаг не такой большой, вы ему его не особо и разгоните. Ну, максимум, да, на 15%, на 16% вы можете посчитать от 600, сколько это будет. Играя на паладине, постоянно мучаюсь выбором, каким снарядом стрелять. Фугасным, который дамажит побольше, или реактивным, который летает побыстрее. Реактивный летает со скоростью 400 метров, в отличие от фугасного. У фугасного скорость 300. То есть на 100 метров быстрее летает, но это кажется ерунда, да, семечки. Но на самом деле это довольно ощутимо. Основные боевые танки, они просто не успевают отъезжать от ваших выстрелов. Поэтому, в принципе, я практически не пользуюсь на этой арте вот этими осколочно-фугасными снарядами. Во-первых, они медленнее летят, во-вторых, разница в дамаге у них не особо большая. Видите, 601-7034, а здесь 566-691. То есть в среднем дамаг получается меньше на 40. Всего лишь на 40 средний дамаг меньше. И при этом вы реактивным снарядом будете попадать намного чаще. Поэтому, если собираются резать и нерфить САУ, я советую не резать абсолютно все самоходки. Из-за того, что некоторые люди не успевают уезжать от их снарядов. Если они не умеют выбрать позицию, направление, куда они могут поехать и где они могут от арты погаситься. Такие направления есть. То есть в этом арта не виновата, резать ее не нужно. Единственное, что можно понерфить, это дамаг реактивного снаряда. То есть если ты хочешь стрелять точно и попадать постоянно, то изволь наносить дамага меньше. Поэтому я думаю, что в плане нерфа с этой самоходки достаточно срезать где-нибудь сотню, может быть сотню с копейками дамага именно у активно-реактивного снаряда. А фугас уже в принципе не трогать. Хотя на этом уровне уже, к этому уровню, вернее, появляются очень тяжелые и медленные танки. Вот Ариета, допустим, продолжательница челленджеров, она вообще корова неповоротливая. Она и от фугасов уехать не успеет. Но учитывая, что танки друг друга уже практически перестают пробивать на более поздних левелах, кто-то же должен в бою наносить дамаг. Нептуроводом же опять давать эту инициативу. В общем, у меня вот такие мысли насчет нерфа. Да, и, кстати, у меня сидит Хуан Карлос Мирамон в этой арте, чтобы после выстрела он мне, он дает, обычно дает плюс 10 ускорение по бездорожью, и я успеваю отъезжать в укрытие после выстрела, да, чтобы меня не забомбили. Потому что арта здесь убивает друг друга с двух плюх, примерно, да. Видите, прочность 1000, а снаряд наносит больше 600. А с критами может и все 700, и еще и поджечь. Ну, то есть, как бы, какая в жопу вообще разница, какого командира вы сюда посадите, все равно они все пока что через жопу работают, как и перезарядка. Бу-га-га. Ну, все, теперь, собственно, можно и в бой. Я уже говорил, что в этой игре арта для... на этом уровне, вернее, арта для другой арты представляет серьезную опасность, но она и в половину не так опасна, как машинка с названием Краб. Ой, я курочку раздавил. А, нет, ей пофигу. Вот, у нас Краб есть, нам повезло. У них Краба нет, им не повезло. Вернее, мне повезло, что у них нету Краба. Да чего, мерзкая машина. Вот, она просто прилетает и забирает арту. Поэтому все, кто кричат, что арту надо нерфить, подождите. Сейчас Крабов разведется побольше, да, и просто арта будет страдать от этих самых Крабиков. Поэтому сейчас пока рано. Опять кто-то перепутал, мне кажется, световой снаряд с боевым. Прилег к себе внимание зачем-то. Или, может, он это сделал, чтобы его друг на арте уехал с вот этой вот... Бес, привет, да, привет, привет. И вот я засвечен, конечно же. Печаль, печаль, беда. Ну, давай попробуй попади по мне. Кстати, в информационной таблице о технике в ангаре, я так понял, что урон у арты указан при непробитии. Типа, вот, урон без пробития, причем в средней. Но тут, видите ли, смотря по кому урон без пробития, мне так кажется. Потому что по разным танкам, да, в разной технике урон без пробития тоже разный абсолютно. Поэтому вот у кого-у кого у арты, вот, дамаг в этой таблице, он, мне кажется, весьма-весьма примерный. Причем заниженный. На этой карте, на самом деле, сыкотно начинать стрелять первым по врагу. Потому что с вот этого респа, где я стою, скрыться негде. Негде загаситься будет. Сразу по мне начнут в ответку стрелять. У них же с того респа есть и камень. И вот этот дом, пожалуйста, арта прячется. То есть тот респ для арты намного выгоднее, чем тот, что выпал мне. Это уже преимущество на их стороне, я считаю. Надо стрелять. Он стоит под горочку жопой. Заяхать, глядишь, не успеет. Успел, к сожалению, успел заехать. Реактивный снаряд летает быстрее фугасного. Но, увы, не настолько, что прям вот совсем. А мы мост бросили. Вы посмотрите на карту, что творится. Посмотрите, какая чушь. Бам! Вот, смотрите, выстрелом, сколько он мне снялся. 758. Хотелось бы, чтобы разработчики, знаете, и с этой стороны тоже такие же домики нарисовали. Не только для красоты, да? Но и чтобы арта за ней начаковалась. А, арта одна на одну. Ну, арты не стоят. Что такое арты не стоят? Ну, я буду стрелять, значит, после того, как она уже разрядится. Пусть она разряжается первой. Попали. Там, глядишь, и крабик наш проскочит, ее мочканет. Тем более, мы уже начинаем всаживать эти бои. Не, он просто меня высвечивает и разбирает. Мой прицел поврежден. Цель вражеская техника. Надо что-то думать. Так дальше жить нельзя. Абсолютный дисбаланс по местам для арты на этой карте. Конкретно выбешивает. На арту надо сливать. На арта у них там лишняя. Определяю цель. Цель танк. Пугатный. Пробитие. Пробитие. Моя маленькая месть. Осуществилась. Попробую, что ли, за этим домиком снычковаться. Ну, это фуфло полное. Паладос тут меня быстро сольет. Давай, 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 свети. А, там уже у нас мой фланг продавили. Замечательно, так как. Ой. Цель горит, цель уничтожена. Что такое, дострелялся, что ли? Голубчик. Ну, бывает, бывает. Может, в следующий раз больше повезет. Отлично. Так, ну что. Теперь время займется танками. Время заняться. Немножечко. Пробитие. Пробитие 490 халявного дамага. Но сзади ко мне уже едут. Это меня, конечно, безмерно расстраивает. Тут я, возможно, сейчас стану немножко видимый. Да, они слепые, но не настолько. Поэтому время бахнуть дымом. А, опять 10 счет. Мы все уже просрали. К тому времени, пока я разобрался с тем, кто мне мешал. Уже, собственно, ловить стало в бою ничего. Если что, можно дамагу набить. Чеславие ради. В принципе, здесь можно даже на фугасы на обычный переключиться. Потому что с ближнего расстояния успеют долететь и фугасики. Реактивный снаряд здесь не нужен. Крайне неплохо, естественно, отгребает от фугасов советская техника. Там, кстати, сзади уже на высоте враги нашим по бортам стреляют. Ох. Он успел спастись. А вот он не успел спастись. Ну что, успею я чего-нибудь надоминировать-то хоть на арте? Сейчас по 40-котану Т-90 втащу, может. Нашего и спасу как-нибудь. Он чуть-чуть отъехал. Но, опа, опа. Это был пас на голевую передачу. Вот этот стоит хорошо. У него жизни как раз получить. Мою альфу и сдохнуть. Но меня кто-то высветил и забрали. Ну что, 3500, 3600 успел из-за этого бой настрелять. Если бы эта команда не являлась обитателями Марианской впадины, то есть крабами начавшими мутировать в людей, мы бы, может, и победили. В принципе, у меня все складывалось неплохо. Но, увы, уровень этой команды, это, знаете, опуститься на днище Марианской впадины с лопатой и копать там еще неделю, да, толпой водолазов рыть, углублять ее. И где-то там, ниже, ниже будет находиться вот эта вот моя команда. А лучше экскаватор с ковшом и им уже вести раскопки. Это печаль. Это полная печаль. Покажите мне таблицу, дайте мне посмотреть, что за ПВЕшники собрались в этой команде. Ну, грузись уже. 3500 урона, 4 за поражение опыта. Ну, посмотрим. Да, вот, Т90 МС, 0 урона. Правильно, так и надо играть. Т90, 0 урона. Ну, может быть, ты приуныл, потому что ты попал к девяткам, я не знаю. 70 урона от Леопарда. Наверное, он перед смертью кого-то протаранил как следует. Ну, дальше уже пошли люди, которые хоть что-то попытались сделать. И вот уже выше люди, которые действительно более-менее умеют играть в эту игру. Клан Д. Он что, у вас единственный, кто играть умеет? Ребята, это что такое? Крабик, обратите внимание, вроде пулеметная машинка. А 3400 набабахало где-то. У них арта, которая по мне шмаляла. Ну, 200 успела накидать, ладно. Хотя на этом уровне, в принципе, арта уже должна выходить на уровень от 3000 и выше. С таким-то дамагом. Так, это вечная мерзлота, по-моему, да? Вечная мерзлота, как я ее называл. Че стримишь? Да ничего я не стримлю, подождите. Стримы, это немножко другое. Напишу тебе просто, а то вдруг ты там расстараешься еще, разбомбишь нам всю команду. Чтобы на видосе выгодно смотреться. Вот, здесь на карте, конечно, немножко больше, более интересно играть на арте, чем на прошлой. Во-первых, здесь есть место, где можно на арте загаситься, хотя бы вот с этой стороны. А, с той тоже можно вот в эту трещину, да? Хочется сказать, кобылью трещину. Вот, а с этой стороны за мостик здесь вот встать. Но осколками, естественно, друг друга арта будет выковыривать. Блин, почему люди путают, что такое стрим и что такое все остальное? Летсплей, обзоры и стримы, это все разные вещи. Стримы, это когда онлайн идет запись, если что. Так, нам надо света кинуть для команды. Арта, я должна, я считаю, свет не только для себя юзать. Это эгоистично. Опачки, и кого это я там высветил? БМ, 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 мчится там на всех парах. Так, и... Клан Элиф, или Элайф. Фугасный. Фугасный. Есть попадание. Ну, такое попадание вяленькое, шлепок, шлепочек по заднице, можно сказать. Начинаем сваливать, сейчас полетят световые. Но я тут так смело, в общем-то, первым стреляю, потому что под мост чьиманусь, если что, там меня хрен достанут. Пару выстрелов, я там буду в без опасности. Вот, страшное дело, на самом деле, было на предыдущем левеле стрелять первым, потому что арта начинает светить, начинает шмалять, особенно, если вы играете с артой во взводе. О, халявушка стоит. Это ел удачно. Бам, G325. Давай, арта, подключайся, давай АФКшника забери. Он не АФКшник, он просто не успел к компу и получил за это плюху по башке. Я даже думаю, что он сейчас вторую получит. Не хрен спать, чувак. Вот, свернуться, начиная там переписываться где-то в контактах своих. А враги в это время там воюют. Так не делается, чуваки, так нельзя. Или разворачивайтесь вовремя, или не сворачивайтесь вообще, что я могу сказать. Так, давай теперь арту мутузить. Ай, где он тут? Ну чё, не сменит курс? Не сменит, давай. Ой, ещё и встал, вообще идеально. Зашла просто как член в рукомойник. Ну, три выстрела, 1300 дамага. Как-то так, как-то так. Что у нас тут? Ой, челленджер поджал 80-го. Ай, нехороший человек. Ай, ой, только не в... Ой, блин. Отставить огонь это свой. Ну, а чё своему на месте не стоится-то, ёпорс-то? Не, там бы и без меня, конечно, управились. Я просто не видел, что ББМ-ка наша на подходе. А этот что тут делает? А этот хитрый партизан. Та-рын, ту-рун, 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 ту-рун. Готов. Не подкрался. Стелс провален. Челленджем пишет лох ТТ-80. Он хотел по-пацански один на один, видимо. Так, ну чё? Чё тут у нас на заводе-ка? А, не пролетит, вышка мешает. Ай, надо. Видите, вот они правильно сделали. Они увидели, что арта... По две арты, скажет, стороны смертоносные. И защемились всей толпой на завод. Вот мне чё не нравится, то, что вот здесь никто не стоит. Вы понимаете, что отсюда сейчас ББМчик просто приедет. И меня разберёт. Лав-600 не хочет от меня далеко отходить. Видите, его уже там нету. А где он? Он едет к нам уже. Где он ещё? А где он ещё может быть? Да, тебе трое помогали, ты чуть не сдох, как щенок. Какая разница, сколько ему помогали. Чувак, это командная игра. Пусть ему хоть 20 человек помогают. Значит, что они команда хорошая. Пока я, блин, отвлекался и выстрелил куда-то мимо. Ну, на самом деле, уже уныние небольшое. Стрелять некуда. А, почему? А, берег крутой. Вот в воде завязшие танки. Это вообще просто печенька. Они никуда не денутся. Ну и, собственно, если, как вы видите, не прямое попадание, а осколки из воды не вылетают уже обратно. А почему я сейчас по прямой не попал? Это, конечно, загадка. Цель горит в воде. Вот это поворот. Давайте посмотрим крупным планом. Огонь в воде, огонь в воде. И он ещё и утонул. Эй, я требую фраг записать мне. Какого хрена? А вот и ББМ-ка. Ну, давай, ЛАВ-600. Что ты? Он ещё и уезжает. Он ещё и у... Нет, ну это пиздец какой-то. Блять, дайте мне сведение по этому. Да, да, ты убил меня, придурок. Ты... Не попал по тебе. Вот ты шлюха, ЛАВ. Ну, я просто охереваю. Какое ты говно. Ну. Просто я охереваю. Стоял весь бой тут. Ничего вообще, никого не видел. Взял, съебался. Когда надо было защищать арту. Причём, вот смотри, ЛАВ, вот ты подумай, да? Явно БМПТ начнёт разбирать меня. В этот момент он в тебя стрелять не будет. Стой его... Стой, стреляй по нему. Нет, надо уехать, надо уехать. И всё равно, вот ты с ним один и один остался. Ты вторую арту подставил. Ты не думаешь, что только меня. Что ты будешь делать? Давай, показывай. Вот чё в твоей голове происходило? Вот как ты себе выстраивал вот этот план боя, блядь? Чё ты делать собирался? Ты думал, что... Вот, блядь, правильно. Вот вдвоём с двумя артами, да, его разбирать. Это хуйня, это говно. Вообще не выиграет. Вот один на один с ним после того, как он две арты сольёт биться. Это наш выбор, да? Ты такой лох, господи. Ты такой вообще... Ёпт. Откуда вы едете? С каких ПВЕ? Таких в ПВЕ даже нету. Это просто отбитый человек, который всю жизнь играл в Майнкрафт, мне кажется. Я не знаю. Я уже привык играть с донарями, с днищами, там, со всеми. Но это просто эксклюзив. Я не знаю. Это, наверное, Будда 76. Это брат Будды 76. Родной, наверное, просто. Я не знаю. Ну, я считаю, что правильно говорят те, которые пишут, что на форуме такие предложения. Типа, давайте Аленемер прикрутим прямо в игре, сделаем, чтобы видно было у кого-то, какая статуя. И это правильно, потому что раков надо гнобить. Если рачьё не гнобить, оно никогда играть не научится. Они так и будут. Я пришёл в игру поотдыхать. Я пришёл поиграть для удовольствия. Ну, так играть для удовольствия в ПВЕ. Играть для удовольствия на первых левелах до пятого примерно, где уже нормальные люди играют в основном. До шестого, там, я не знаю. Но нет, надо играть для удовольствия на топовой технике. Надо взять 90 МС, блядь, и слиться на нём без урона, да? Вот это удовольствие. Вот он, кайф, блядь. Кинуть нахуй фланг, кинуть арту, подставить команду, слиться без урона. Ах, кайф, какое удовольствие. А, блядь, заебись. Отлично отдохнул после работы. Слился, зашёл. Обосрал всем игру. Ух, наслаждение. Баунти. Хуя он тебе, ёпта. Слив в танках. О, райское наслаждение. Вот, снова тихая, тихая река. Правильный респ, только неправильное место. Вау, вот, попытаюсь подбить нашу арту на то, чтобы слить вражескую. У них один барабанщик, тем более. Да, пазик двухтысячный, он с барабанщиком. Надо его первым отбабахать. Сейчас моё место, моя позиция будет сразу же засвечена, естественно, само собой. Пихвод, 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 давай. Давай пихвод, что ж ты не даёшь. Я не знаю, где у врага респаунится их, арта вражеская. О, Т-80. Ай, бахнуть тебе разок, что ли. Так охота. Попадание. Тем более, надо вражескую демаскировать. Узнать, где она. Вон она, по прямой. Хорошо, хорошо. Здравствуй, здравствуй. Хрен мордастый. Как тут у тебя? Наверное, вот так. О, как раз, как я хотел. Барабанщик. Барабань, барабань. Наверное, вот так, давай. Нет, не вот так. Ах, хороши там камушки, можно за ними всё-таки прятаться. Но это если я с вот этой стороны стреляю. А если вот стрелять оттуда, где стоит наш БМП-3. Вот оттуда прям вообще великолепно туда заходят. Снаряды. У моего, причём, напарника по команде, я так понимаю, нету световых боеприпасов. А, блин, я запутался в снарядах, не те включил. Оп, назад, вперёд, куда едем? Есть попадание. Давай, Паладин, включайся, включайся в процесс, давай. Вон он стоит, давай, мочи его. Фугасный, ну. Попали. Я специально этим медленно, чтобы, я думаю, осколки, чтобы побольше. В нём, мне кажется, осколки побольше разлетаются. Где он? Здесь? Блядь, я опять снаряда перепутал, ёптю. А, это по мне кидает? Да хрен у меня тут. Задолбётся, выцарапывай. Да, да, ещё давай, ещё на 100 урона. Ой, молодец. Даже не 160. Всё, Паладина разобрали. Ну, в принципе, на этом можно и сосредотачиваться. Его, я говорю, с этого фланга оттуда хрен достанешь. А вот этот Абрамс. Очень удачно тут ездит. Заметьте, я стреляю медленными фугасами, да, которые нереактивные. Они медленно летят, но больно бьют. Когда враг стоит близко, опять по мне, что ли? Ой, ну давай. Сейчас Паладин мой, глядишь, подкараулит. Всё, три. Это был третий. Можно вылезать. Просто считайте, сколько раз пикает этот маркер, сколько раз кружки от него красные расходятся. Три раза, и вы в безопасности. Он будет заряжаться теперь некоторое время. Попадание. Вот я хочу, чтобы разработчики сделали более заметный маркер помечания цели, да. Не просто вот в чате писать, но как-то ещё блинкать. Значок какой-то, может быть, вешать танку. Мне кажется, Абрамс сейчас на меня обидится очень сильно. Подожгли, а автоматический огнетушитель сохранил ему 63 хелсы, господи. Ещё и денег с него срезал. 20 тысяч. Ну а как ты хотел, чувак? И Абрамсы тоже смертны. Так, арта опять стреляет, опять в меня, наверное. Она ко мне как-то неравнодушна. Нет, не в меня, а чё? Я тебе надоел, что ли? Дружище, ты чё? Попали, 500 дамагу. Ай, зашла, ай, нравится, ай, хорошо. А этот там чё, не понял, делает. Он, я вижу, жопой там пытается втиснуться. Стоит. Тупит. Готов. Он уже умер. Он не знает, но он уже умер, когда он не уехал от засвета. Так, ну чего, арьету, что ли, подмолодить? Как раз торчит. Тут уже надо быстрыми стрелять, чтобы он не успел заехать. Блин, ну что такое? Наводчик Киржаков. Отчёт на стол. Это чё за выстрел такой? В самое нужное ответственное время, когда надо, надо сливать вражеские танки. Счёт 10-10. Ты позволяешь себе такую стрельбу? Ты чё, попутал? Вражеская машина! Вот другой вопрос. 450 дамага. Уже 3 400 я накидал. Чё, вражеская арта отъехала? Вражеская арта тоже. Я не знаю, кто её убил. Не паладин, но паладин один фраг так и есть. Всё, всё паладин. Стоим, курим. Помогаем команде. Я выстрелил перед носом ей. Да, она уже заезжала. Но, во-первых, ждать лень, когда она высунется. Во-вторых, я думал, что, может быть, она загорится у неё. У неё баки уже не как у Челленджера, они вспыхивают от любого пука в сторону фар. Так, давай посмотрим, что тут творится. У меня световые уже заканчиваются, вообще-то. Очень жаль. Что-то мне не нравится, что-то БМДшка тут тусит. Пробитие. Надо хотя бы её прогнать, а то она светит, стоит. Вот. У неё появилось... Пропало настроение подсвечивать, она решила сдриснуть отсюда. Это правильное решение. Так, что там, Ариета, за горкой. Туда я не смогу, наверное, зайти. А, слушай, хорошо вообще стоят. Возможно, что и смогу отомстить за нашего... Опа, девяностик на месте стал разворачиваться. А я жду, когда же он начнет разворачиваться вокруг своей оси. Начал. Самое время кинуть чемодан. 4200, да маля. Вот так-то, ребята. Знаю, многие арту не любят. Многие её там называют нехорошими словами. На самом деле, не арта виновата, что вы так играете, что по вам попасть легче, чем промахнуться. Так, что у нас тут? БМДшка. Дерзкая БМДшка. Куда ты там пытаешься свинтить? Где-то в ту сторону, наверное, да? Пробили. Мало, что-то пробили. Надо было посильнее пробивать. Так, что у нас тут? АФКшника забирают. Сейчас попытаемся сделать так, чтобы они не забрали его бесплатно. Ай-яй-яй, ну слушай, а где сплэш-то? Всё, валить надо с того фланга. Под мостом всё просрано. Победы как-то через раз идут, да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что произошло? Кто светит? А, с города уже, понятно. Отлично. Радует. Все бегут, главное. БМДшки, ОБТшки, все сваливают. Никто не хочет врага встречать. А что вы стояли, ждали-то тогда? Вы объясните мне. Все стояли, ждали, отдали инициативу противнику, чтобы когда враг попрёт, начать убегать, да? Чё, нормально ход. Ну, вы выдавите его из-за камня или нет? Или нет? Ждать нет смысла. Так, смотрим. Ещё один леопард борзевший. Ну, тут ландшафт, конечно, мешает, поэтому нахрен его. А, всё, я вообще в низине оказался. Уже ничего я больше, походу, не нанесу в этом бою. Давай, баллиста моя. Баллиста-анониста. Да, хрен там плавал. Всё, отсюда уже некуда стрелять. Кентавр едет. Даже не ко мне. Он ездит забирать Т-90. Ну, напоследок и то не попал. 4,5 тысячи дамага, да. Для этой команды это, конечно, не авторитетная цифра. Чтобы эта команда выиграла, надо 40 тысяч дамага набивать. Надо одному разбирать всю команду. Они не могут ни держать направление, ни давить нормальное направление, ничего не могут. Тут какая бы арта ни была, она ничего им не даст. Не, ну, конечно, не команда виновата. Конечно, нет. Что? А то говорят, что все свои сливы списывают на команду только раки. Конечно, конечно, я рак. Перезаряд в ангаре больше, чем в бою. Бак. Скоро обещают, что патч 12 выйдет, и этот баг один из первых, что пофиксят. А, я надеюсь, что картинка не будет сыпаться на арте. Я не стал 50 фпс писать, потому что она стоит. Здесь картинка сыпется, когда машина едет. Чем быстрее едет, тем больше сыпется. Вот. Ну, давайте посмотрим, напоследок, что я там наколупал. Ну, давай уже, грузись. Ну, ой, ёптать. Медаль разведчика на арте. Все, как я люблю. Железный. Причем, мне кажется, что я одних и тех же светил, и мне насчитали 9 обнаруженных. Я 9, я из 9 из этих 7 раз обнаружил, мне кажется, один и тот же танк. Как-то здесь в этой игре неправильно немножко... Ну, не то, что неправильно, а своеобразно как-то считают разведчиков. Железный воин. Второй я подамагу после Т-90. Так, что там врагов-то? Все прекрасно. Вот у нас... Ну, это АФК-шник, кстати. Мне интересно, эти жалобы, не активность бота вообще учитывают хоть как-то? Вот, дальше идут не АФК-шники, но все равно они лучше ботов. У них он Абрамс 92 дамага сделал. Вот, красавица. Зато в клане уже. Вот, мне нравятся такие люди, да, играть не умеют, а в клан взяли. А потом удивляются, что их кланы называют донными. Так, ну, значит, за 3 боя... Что? Сколько я дамага за 3 боя на паладине наковырял? Я, кстати, видос начал записывать вчера, да, в ангаре паладина вчера записал, но было уже поздно ночью, поэтому я просто не смог найти себе бой, да, в котором поучаствую. Там, это уже было часа 3 ночи, я стоял, стоял в очереди, думаю, ладно, завтра запишу. 3 тысячи с половиной урона за первый бой, за второй 2 с половиной, это 5-6, да, получается, 6. И еще... Ага, 10 с половиной тысяч дамага за 3 боя. Пошли в мое личное дело. Вот, средний урон поднимать. То есть, на самом деле, на этой арте 8-го левела поднимать свою статус среднего урона просто сейчас пока святое дело. Качайте, пользуйтесь реально на паладине, играть сплошной кайф, а вот когда понерфит, хрен его знает, что с ним станет. Пока еще не все крабы докачались до этого уровня, да, поэтому и прорывы машинок с разрывом жопы бывают крайне редко, но они бывают. Как бы, могу даже видео такое прикрепить сюда, если не забуду, где... Да, блин, все и так это знают, что по центру, прямо по центру каждой второй карты команда пропускает какую-нибудь машинку, которая из пулеметов расстреливает арту. То есть, вообще в этом ничего нового нет. Ну, а арте, конечно же, вообще великий зачет, это одна из, наверное, немногих машин в этой игре, на которой реально по кайфу играть. Просто даже ее уже и качать не надо, она в топе, да, у нее пока нету продолжения ветки, но просто ты там поиграл, на танках сбил звезды, думаешь, а, что-то скучно, взял арту, раздал 5000 дамага, ох, хорошо, на душе, снова пошел на танках страдать, там, на абрамсах, на всяких. В общем, на этом все, чем жмите что-нибудь, пишите там, и адьес. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok